Всем здорова! С вами самостройщик Лёха. И сегодня расскажу и покажу всю смету своего дома. Итак, свой дом я построил за 580 тысяч. Всё. Я сейчас думаю одноэтажная Россия таки остановили кирпичный завод. Чё за... Ладно, шучу. Конечно же не 580 тысяч, но на ютубе так модно говорить. Я заметил, что люди специально принижают цены, чтобы их смотрели. Типа, о, он сэкономил, пойду-ка я к нему. Но когда начинаешь разбираться, то получается, что всё далеко не так. Не то чтобы не так. Вот там 580, на самом деле там 600, ну, 650. Вообще не так. Там миллион, два, а то и полтора зарыта. Сейчас приведу реальный пример на своём доме. Вот знаете, почему. Итак, поехали. Смета. Фундамент. Итак, фундамент у меня вышел. Качество опускаем на 170 тысяч. То есть 170. Это у меня получилось. Столбики. Полу-лента с засыпкой. И сразу же сверху 20-30 сантиметровая плита. Там немножко не могу в подробности. Полностью это нечто подобное касаемо фундамента. 170 тысяч. 40 тысяч это было у меня арматура. Со стройки, помните. То есть это как раз получалось, что 48 стоит тонн, а со стройки 20. Поэтому там экономика большая. Плюс 100 тысяч с доставкой бетон. 20 тысяч насос. И оставшееся получилось там где-то 20-15 тысяч. Это вот были столбики. То есть докупал я цемент. Это была плёнка. Это были гвозди там. Ну доски бесплатно, конечно же. А так, если всё это делать, то есть через рынок. То есть арматуру по 48 тысяч. Ну с доставкой то есть все 50. То есть 100 тысяч арматура. Бетон 100. Насос 20. Так, доски. Там доски у меня ушло 3 куба. По 10 тысяч куб 30. Итого где-то 250. Это вот если бы я сам делал всё. Да, 70 тысяч куба небольшая, но она есть. Итак, фундамент 170. Поднимаемся выше. Коробка. Коробка получилась, если считать только тоже газоблок. То есть там было 2 400 и 300 вместе. 500, а нет, 4 10000. То есть коробка 4 10000. Ну и крыша, сколько там? 240. Всё, считаем. 240 крыша. 580 у нас получилась. Фундамент с коробкой. Итого, вот эта некая конструкция у нас получилась 820 тысяч. О, круто, да, молодец. Всё. Кто-то поймёт, цена, хрень. Это всё неправда. На самом деле сейчас в дом вложено миллион восемьдесят. Тоже на сегодня. Это при том, что дверь такая себе, перегородок нету, полоинженерия тоже вообще пропускаем. Крыша не утеплена. Уже миллион восемьдесят это вложил. Ну а теперь подробно. Коробка. Четыре десять тысяч, да? То есть фундамент 170, там не прикопаешься. Коробка у нас 410. Это блок. Это только блок. Типа, а как же так? Что там ещё? А клей? А арматура? А перемычки? А перекрытие между первым и вторым этажом? А шпильки для армопояса под крышу? Вот это если всё посчитать, получается, что коробка стоит не 410, а 510. Опа, не предвиденные. Подходим к крыше. Крыша 245, да, 160 дерева и 80 металлов. Всё круто, классно, вот те крыши. Да, это я округлил. Туда не вошла пароизоляция, ветрозащита, туда не вошли саморезы, туда не вошли уголки, туда не вошло закрытие этих... Как они называются? Где дверька-дверька чердака ставится? Фронтоны. Фронтоны тоже, фронтоны не стал делать из складки кирпичей, потому что это около 6 кубов блока. Куб стоит где-то, сейчас почти 4000, но 24000, нахер, надо. Я купил себе за 8000 этот USB, сделал каркасик из бруска 50 на 50. Сколотил, зашел степпером, пленкой, всё. Вот вы сейчас видите, я вам сейчас покажу это всё. То есть, как итог, в принципе, вот коробку собрали, 820 тысяч. Окна. Я не стал убрать Rehau, они стоят 180 тысяч. Мне обещали. Я взял аналог. Тоже двухкамерку, то есть никаких однокамерок нет. Профиль максимальный, помню, 70 тысяч, я сейчас точно не помню. То есть, самый большой, который есть. Сто тридцать тысяч, монтаж мой. Фундамент 170. Коробка 410. Крыша 240. Окна 130. И вот мы получаем сумму на 950 тысяч. Опа, всё, посчитали. У нас есть ценник, у нас есть дверь. Дверь я за бутылку водки взял, поэтому мне дверь не считаемой. 950 тысяч. У меня вышло миллион восемьдесят. Почему такое расхождение? Откуда это? А потому что, когда начинаешь строить, сейчас могу даже привести пример, кто хочет, могу поспорить, чтобы понимать, почему такое расхождение, и как это состоит в смету, в смете всегда есть строка непредвиденная. Она обычно даже в больших проектах берётся от десяти, и бывает там до 15% в зависимости от той работы, которую невозможно посчитать. Ну, то есть, банально. Вот застойте каркасный дом. К вам подходит, он говорит, сколько нужно саморезов? Он говорит, нет, нет, мы на гвозди. Сколько нужно гвоздей? Ну, говорит, примерно, говорит, там, 20 килограмм. Он говорит, нет, не в штуках. Он говорит, на него посмотрит. Он говорит, я не знаю. А почему? Ну, вот как раз. Потому что, ну, невозможно посчитать, правильно? Ну, как бы, возможно, если прям всё точно делать идеально по чертежу. В России невозможно. Так что опустим, от этого уйдём. Чтоб понимали, окна ставите, окна есть, нужны анкера на что крепить, нужна пена. Ну, по крайней мере, так делать, там, по-моему, что-то ещё нужно. Блок делаем, нужен клей. Мы на блок, на интернете смотрим. О, у него коробка за 300 тысяч. Всё, крутяк. Тут, 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 тут. Ну, 300 тысяч, в принципе, то есть, по своей кубатуре немного. Арматуру забываем, перемычки забываем, армапояса забываем, клей забываем. Потом, хоп, что-то ещё на 120. Чё-то не похоже. Как же я считал? Чё за... Вот так вот, я знал, что если я дом... Я планировал, как дом в миллион построить. То есть, я задачу сделал, кстати. У меня дом, я в миллион уложился. И я взял где-то 100-150, но непредвиденные. Что-то вошло. Пену я пропустил. На перемычке, если я арматуру посчитал, перемычки я пропустил. Ветрозащиту я пропустил. Ну, я купил в процессе, но сначала не дошло. Круги, инструмент, бетономешалка, щебёнка, песок. Это всё куда-то ушло. Я считал, вот как в интернете показывают, то есть, общий объём. Поэтому, честно говоря, было открытие, я думал, там 1050, думаю, что это просчиталось. Да и ничего подобного. Да, если я уголки, саморезы, шуруп купил сразу, 20 килограмм, купил себе, всё на всю крышу. Всё, всё. А шуруповерт банального не было. Это сгорел у меня. Дрель. Бензопилы не было, пошёл за пилой. По газоблоку купил. Ну всё, сейчас я вот он клей, вот он. Опа, кельма нужна. Нужна. Уголок нужен. Нужен. Всякие обивки, шнурки, пила по газоблоку. Хорошая, хорошая пила, обычная пила стоит полторы тысячи, хорошая стоит 2700. Вот обычно я убил, где-то за две недели. Хорошая до сих пор нормальная. Наверное, по наследству передам её. То есть, вот такие вот мелочи, они вырастают сильно. Поэтому, когда в интернете вижу ролик, построил дом там 8 на 8 за полмиллиона, там показано крыша, окна, там всё. То есть, я всегда посмотрю, вот смотрю, там у него, там смотришь, тосок 12 кубов. О, круто. Смотришь, а у него доски там получается первая ссорка 5000 кубов. Странно. Смотришь, у другого дома с бетона, там у него куб бетона по 2000. Ах, мы стериться не будем, но таких цен нету. Просто, ну это выдуманные цены. Берёшь просто, объём берёшь, вставляешь свою, приходишь на рынок, то есть, берёшь его дом, его проект, его кубатура, идёшь на рынок, посчитаешь, но вообще не получится. Даже половина не получится. То есть, люди просто врут, занижают цены. Зачем, немножко непонятно. Я на ютубе просто, для чего? Я не то, чтобы построил дом, я планирую ещё в дальнейшем, возможно, в будущем, как минимум, ещё один поставлю. я поставил дом, как я думал, что идеально правильно. И вот многие из вас, спасибо, конечно, подсказывают, разжёвывают, что где неправильно, что где можно было сэкономить. И в этом плюс. Чем сеть такой томчатой документации, да, можно вот таким способом. Правда, рискуешь под завалами остаться. Да, кстати, чтобы все понимали, о чём я говорю, почему ролик называется, почему, на аватарке, потому что так любят экономисты делать. Вот давайте, обычная задача. Сейчас меня производственники, работяги меня поймут. Экономисты, которые меня засирают, там матом пишут мне, то есть постоянно обскорбляют. Я комментарии не удаляю, они куда-то пропадают, там их сам YouTube удаляет. Но не суть. Они лечат, учат, что там, то есть перерасход гигантский. Вот специально для вас, вот для ваших умников, вы прямо смотрим, сидите, вот он аж чешется. Что нужно, вот банально, материал, руки, не важно. Что нужно, чтобы повесить полку? Всё. Что видит экономист? Нужна полка, нужен уголок, нужен саморез. Всё. Считает по смете 100 рублей. Что видит работяга? Подходит работяга. Так. Тут нужен перфоратор. Тут у меня переноска. Тут нужен бур. Тут нужен сам работяга. Правильно, полка сама не повесится. Тут нужен уголок, нужны дипеля, нужна полка. Нужны саморезы, дипеля на воздухе сеть не будут. Нужна отвертка, чем прикрутить дипеля. Всё? Да. Поехал, приходит хозяин, полка висит криво. Ещё уровень нужен. Это я вам, это на полке, Представляете, на доме. Вот на доме. Мы здесь сделаем за миллион. Да вы не сделаете, у них дом за миллион. Вам нужно материал. Вот у меня материал, я уже за миллион вылез. Вам нужно рабочим что-то заплатить. И вам нужно ещё себе поиметь маржу. Как минимум процентов 15 от стоимости дома. Ни о ком. Даже если у вас дом 6 на 6, то за миллион, скорее всего, будет какой-нибудь летний дачный домик, сделанный из бруска 10 на 10, и сверху пошитый двойным слоем этого. Какого-нибудь USB, DSP, USB, и сверху будет тепловат. Да, там материал 1300 выходит, я считал. Но это не зимний домик. Для чего я так делаю? То есть я вам говорю. Люди хотят просмотров, канал РОС, вот поэтому брут. Я брать не буду. Реальная стоимость моего дома на сегодня миллион восемьдесят. Дальше пойдёт уже отделка инженерии. Ну, в принципе, всё. Я вам всю смету раскрыл. Ах да, просили в конце. Фундамент. 25 квов. Мы просили, цены-то разные у каждого. Чтобы понимали, что у меня. Фундамент. Да, накосячил, признаю, уже признал свою вину. Если что, я сделал себе металлический, из металлического швиллера, если будет на трещине, чтобы фундамент так не распался. Итак, фундамент. 3 тонны арматуры, 26 кубов бетона. Чтобы понимали. Ну, а палубку там уже сами посчитайте. Газоблок. 82 кубов газоблока. Где-то 300 килограмм арматуры. Еще 200 пояса перемычки. Сколько кубов получилось, что... 8 кубов получится газоблока. Столько же мешков клея. Клей я брал... Сначала брал теплон. У меня первая партия оказалась галимой. Потом брал в себе этот... Старатели. Мне понравился. Потом уже не хватило. Немножко брал еще теплон. И то есть, ну... Следующая партия была отличная. То есть, какой-то странный теплон. Поэтому не советую. Либо просто в идеале как? Взять тебе мешок один. Один. Всех вот разных в магазине. И приклеить. Постоит 2 недели. Потом, то есть... Ну, именно не как в интернете показывают. На разрыв. А потянуть. И вот чем больше выдержит, тем лучше колесить. Так. Фундамент есть. Коробка есть. Крыша. Металл получается... У меня ширина крыши 11. Ну, чтобы по метру... Ну, по полметра с каждой стороны. А с лицевой стороны у меня получилось не 11, а 12. Чтобы прям побольше, чтобы не задувало в окна. Так что у меня балкон будет. Получается, лишь железо. У меня листы по 5,95. 20 штук. Ну, может, там вот, там, естественно, железо. Отливы конек. Может, там еще нет. О, не отливы. Это эти. Которые вот... Когда крыша ложится, лист будут сбоку закрывать. То есть, не отливы без отливов. То есть, листы железа. Железо у меня 0,5. То есть, я взял себе... Ну, самое хорошее, скажем, для себя строю. Все это 80,000. Если отливы эти все убрать, минус 20,000. Как ни странно. И крыша. Крыша 12 кубов. Это с тем учетом, что еще эти перекрытия балки дал. 100 на 150. Это вот с этим учетом. 12 кубов. Я то не брал вот эти черновую, второсортицу. 12 кубов. Это много. Мне сказали, что можно было, в принципе, за 8-6 кубов собрать. Ну, первый раз, ну извините. В следующий раз я все сделаю. Бетонные плиты кину. Геморрой будет меньше. Ну, ладно. С вами был самостоятельщик Леха. Всем счастливо. Через неделю у меня днюха. Будет особенный ролик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok